То есть мы должны вернуться в эти вопросы к Сунне. Как посланник Аллаха поступал, когда он обращался к Абу Талеву? Как он говорил, о дядя, что с уважением, с уважением обратился к нему? И мы должны поступать таким же образом. То есть мы должны быть благонравными, мудрость должна быть. Говорит, что мы должны помогать друг другу. Самая проблема большая и самая простая, что у нас все, просто человек обвиняет в неверие и все, на этом все закончено. То есть стань причиной того, что Аллах спасет этого человека от огня. Потому что, как сказал посланник Аллах, если ты станешь причиной того, что кого-то Аллах поведет посредством тебя, то это лучше для тебя, чем овладеть красными вирусами. То есть есть такое, что есть такие некоторые люди, они постоянно подарки какие-то дарили своим родителям и так далее, чтобы сделать им призыв. А сейчас стало так, что эти люди, да, стали на верный путь и они берут свои детей теперь на намаз. То есть они тащат за собой. А некоторые люди просто берут, называют его кафером и этот вопрос закончен. То есть наша роль – это исправление общества. То есть мы должны идти к братьям наших и спасать. То есть у них есть права по отношению к тебе. Даже если он будет ругаться, даже если он будет тебя как-то оскорблять, тогда ты проявляй терпение. Аллах повелел нам быть благочестливыми украдителем. Аллах говорит, не говорим даже «уф». Вот это слова, которые при гневе говорятся. И если ты будешь просить у Аллаха помощи в этом, Аллах поможет тебе. Ты должен знать, что ты слаб и рад Аллах. Что наставление напрямую будет. Однако ты должен делать и приступать. Сегодня я слушал только толкование сурат Духа. Причина неспослания сурат Духа – это то, что прекратилось неспослание… То есть прекратилось откровение какое-то промежуток пророка. Аллах, Субхану Тааля, предупредил, что в какое-то время откровение не приходило пророку сурат Духа. С каким-то причинами? Из них? Куфары сказали, что Аллах, Субхану Тааля, предупредил, что Аллах, Субхану Тааля, предупредил, что Аллах, Субхану Тааля, предупредил. Из этих причин – это то, что неверующие начали говорить, «А, Аллах, Субхану Тааля оставил тебе больше не просила тебе откровение». То есть они сами засвидетельствовали своими словами, потому что Аллах, Субхану Тааля, отправлял им откровение. То есть как будто бы он говорит, «Ты правдив». То есть ты правдив, поэтому что Аллах, Субхану Тааля оставил тебе без откровения? Если бы ты не был правдив, то Аллах, Субхану, не оставил. То есть как будто бы так. Ещё одна из причин, чтобы Аллах Субхану Тааля, который был вamoем, когда Аллах Субхану Тааля, не было часто. То есть не с посланием, откровение, послание Аллаху Субхану Тааля, это было для него сложным, трудным, потому что, как даже передается, в холодную-холодную ночь от этого Откровение у него шпот начал течь. Насколько это сложно, эта сила имеет Откровение. Просланник Аллаху, когда он прекратилось Откровение, он хотел эти Откровения или нет? Он хотел Откровение. Несмотря на эти сложности и трудности, которые он испытывал, он все равно хочет слушать речь Аллаху, чтобы оно не прекращалось. И когда только повседневно, они начали, не спаслась от Откровения, что говорил Варак Абн-Махар? Он говорил, если бы я был тем молодым, крепким человеком, который защитил бы тебя, когда люди тебя будут выгонять. То есть он как бы сообщил ему, что ты будешь испытан после этих Откровений. А ты хочешь, чтобы сегодня все было просто? Человек говорит, молись, он сразу пошел. Да, хорошо, понял. Человек не хочет уставать даже, трудиться не хочет. Так или нет? Большинство сегодня молодежи не хотят уставать. Не хочет учиться. Кроме тех, кто упоминал о вас. Он думает, что человек аль-Ислям, то есть получил такие знания, только все, потому что он спал? Нет, и ленился? Нет, конечно.